всем привет дорогие друзья с вами снова я александр никитенко и на моем столе вот такая вот вещь сегодня интересная называется она магнитная антенна от самолета то ли от компаса то ли от какой-то навигации досталось она мне от радиолюбителя из могилева лень спасибо тебе и привет на могилев лежала на у меня лежала и думаю вот надо ее как-то проверить включить значит она залита видно какой-то массой внутри находятся три стержня как я понимаю ферритовых довольно таки толстых довольно таки толстых миллиметров 17 наверно на них мы видим намотаны катушки на этих трех стержнях с обоих концов вот они спаяны в одну точку слева и справа по серединке имеется от воды вот это общий то есть от трех катушек вместе от серединки едва еще откуда-то сейчас мы с вами попробуем ее подключить время у нас 11 часов дня вот сейчас подключим попробуем много помех в эфире сейчас мой трансивер работает на мара магнитную рамочную антенну ну подключим вот эту антенку послушаем как она будет работать возможно я вот тут распилю отверстие под появится к этим обоим концам поверху возможно сделаю несколько витков связи ну и попробуем как она будет работать я думаю довольно хорошо она будет работать вот такая громоздкая довольно таки тяжелая антенка ну что ж попробуем подключить и так друзья вот наша антенка подключена хотя я трогаю руками начинает шуметь шуметь трансивер вот перемычки такие к разъемчику извините же разъемы за перемычки за такие вот отключаем наш антену подключаем опять идем покрутим нашу волкодер нашего трансивера диапазон 40 метров сейчас послушаем вот кого-то уже начинает принимать вот Продолжение следует... Продолжение следует... Тем не менее, учитывая плохое прохождение и такую антенну, довольно-таки неплохо она работает. Продолжение следует... Продолжение следует... Эс-метр наш молчит, один и второй... Ничего не показывает... Вечером попробуем послушать средневолновый эфир. Я решил немножко поэкспериментировать, пошел дальше... Вот если видно, я намотал отдельно катушку связи... Два с половиной, три витка, наверное... И вывел вот на эти болты крепления... А также... Зачистил вот это вот... Снял вот это вот покрытие, вот эту заливку... И подпаялся... К концам обмоток... Началу и концу обмоток... И вот подключил... Переменный конденсатор, в котором... Замкнул все... Секции... То есть, все три секции включены параллельно... Сейчас попробуем подключить к нашему... Выводу нашей... Катушке связи... Транссивер... Подключили... Частота у меня стоит 1000 кГц... На транссивере... Сейчас пробуем... Покрутить наш конденсатор переменной емкости... Как мы слышим, шум увеличивается... То есть, от 1000 кГц уже работает у нас... Наша антенна... 1000 кГц... Давайте попробуем дальше... Давайте 7 МГц... Крутим конденсатор... 7 МГц... У нас не работает... Но у нас... Есть с вами... Отводы от этих катушек... Мы сейчас их используем... Допустим... Сюда подключим... Оплетку сюда... Центральную жилу... Теперь проверяем... Попробуем другой отвод... Попробуем другой отвод... Вот... Слышим... Наш конденсатор... Реагирует... Наш трансивер... На изменение... Ёмкости... Значит... Где-то и тут... Антенна строится в резонанс... Поймать... Вряд ли сейчас кого-то поймаем... Кроме помех... Давайте попробуем... Диапазон 20 метров... 14300... Пускай будет серединка... Где-нибудь... 14168... Попробуем... Замкнуть... Вместе два отвода... Замкнули... Вместе два отвода... И слышим... Наш трансивер... По-прежнему... Продолжает... Реагировать... Вот такая антенна получилась... В результате экспериментов... Если использовать... Подключение... Разные подключения... Вот этих отводов... Моей катушке связи... Стандартные... Которые были... То можно... Эту антенну использовать... На... Многих частотах... То есть в широком диапазоне... Ну и... Сейчас наступит вечер... Попробуем... Кого-нибудь мы послушать... Может какие-то вещательные станции... На средневолновом диапазоне... Как она будет у нас работать... Итак... Вот... Настал вечер... Подключена наша магнитная антенна... К трансиверу... Вот она лежит на подоконнике... Стоит... Стоит средневолновый диапазон... И сейчас мы покрутим... Волкодер... Послушаем... Вот... Всемирное радио Украины... Сейчас попробуем... Повращать... Вал нашего... Конденсатора... Вот... Подстроили конденсатор... Теперь мы видим... Радио Украины... Проходит на 9 баллов... Ровно 9 баллов... Вращаем... Волкодер дальше... Проекта... Который... Мы вам представили... 200FM... Концовы... Тоже бьет по прежде... 9 баллов... 1413 кГц... Так... Обильные уклады... Вот... Мои... Осенька... Мико... Сокальная... Лежавная... Значается... Вест... Сиротова... На... 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 Вот... Мы видим... Белорусское радио... Какое-то идет... Тоже... Достаточно хорошо... На... 7 баллов... Радио Румынии... Похоже... Тоже 9 баллов... Похоже... Ахи-гук... Мех... Ахи-гук... Ахи-гук... Сминьан... Как мы видим, благодаря этой антенне можно спокойно слушать средневолновый диапазон. Вот, подстроил, пожалуйста, опять 9 баллов, показывает эсметр. Один и второй. Опять 9 баллов проходит станция вещательная. Очередное религиозное радио. Опять 9 баллов проходит станция. Продолжение следует... Продолжение следует... На длинных волнах, я думаю, в таких условиях городских, вряд ли что-то будет путное. Ничего, кроме помех. В общем, вот так работает эта антенна, друзья. Вот я вам еще раз ее покажу. Вот, подключена она посредством катушки связи, катушки связи моей, которую я мотанул тут наверх. Вот такая вот антенна. Вот, подстроили мы. На 9 с плюсами проходит, с плюсом проходит Вести ФМ. Дмитрий Песков, напомню, так называемый газовый спор между Россией и Белоруссией начался. Вот, тут как раз вспомнился газовый спор между Россией и Белоруссией. Вот такая вот антенна. Если кому-то что-то известно о ней, какие-то характеристики, где конкретно она использовалась, в каких целях на самолете она была установлена. Всегда буду рад почитать ваши комментарии. Всегда выслушаю критику. Провод от трансивера до этой антенны примерно 3 метра, длина 3 метра. И, несмотря на это, она работает хорошо. Вечер, все дома, много включено всяких гаджетов, много помех. Но, тем не менее, вы видите, что средние волны проходят просто прекрасно. Такую антенну я еще нигде не встречал. Делал свою антенну магнитную на ферритовом стержне. Но такого качества, конечно, звука не было. Такого качества сигнала. Что ж, с вами был Александр Елена Васильев-6, Роман Николай. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте. И, как обычно, до скорых встреч!